Приветствую всех любителей шахмат. Сегодня мы рассмотрим партию в исполнении третьего чемпиона мира Хосе Рауля Капабланки. В этой партии его противником был великий позиционный шахматист Акиба Рубинштейн. Капабланка начал игру ходом d4. Рубинштейн отвечает симметрично. Дальше следует развитие фигуры в центр. И здесь Акиба сразу наносит контрудар c5. Белый забирает пешку на поле c5. Черный пытается эту пешку отыграть слоном. Но и здесь Хосе Рауль подрывает центр. Черный ходом e4. Черным невыгодно брать на e4, так как белый меняется на поле d8. Лишает черного короля права на рокировку. Ну а пешка на e4 отыгрывается, так как белый проводит двойной удар нападения на f7 и на e4. Так что Рубинштейн взял на поле c5. Белый поменялись на d5. И произошла своего рода трансформация дебютов. На доске получается позиция из французской защиты. Типовая позиция метальшпиля с изолированной пешкой. Здесь белый развивает фигуру. Выписывает шаг черному королю. Черный перекрывается конем. Белые спрятали короля в безопасное место. Черные также готовят рокировку. Ход конь d2. Белые намерены поставить своего коня на поле b3. И в дальнейшем надежно заблокировать изолированную пешку. Пуарону немцовичу. Изолятор это преступник, который должен сидеть в тюрьме. Что-то подобное он писал в своей книге «Моя система». После рокировки черных в короткую сторону, белые напали на слона. Слон отступил и ладья е1. Белые ставят ладью на открытую линию и хотят поменять чернопольных слонов. Мы знаем, что при изоляторе выгодно менять фигуры и переходить в окончание. Так как эту пешку не защищают другие пехотинцы. И чем меньше будет фигур на доске, тем сложнее эту пешку будет защищать. Здесь черный связывает фражеского коня. Угрожает комбинационный удар слона f2 с последующим ходом ферзь b6. И использованием незащищенного положения белопольного слона. Белым лучше всего было на это ответить h3. Заставляя определиться белопольника соперника. После размена на поле f3 они получают преимущество двух слонов. А угроза слона f2 уже не имеет значения из-за ответа ферзь f2. Капабланко сыграл слабим. Пошел слон d3. Черный активизирует положение коня. Белый играет h3. Рубинштейн меняет фигуры на поле f3. Затем играет конь e5 для того, чтобы лишить противника преимущества двух слонов. После отступления ферзя происходит размен на поле d3. И черным нужно было здесь сыграть ферзь f6. Оказывая давление на пешку f2, а также пешку b2. Скажем, после хода слон e3 черный забирает пешку. Белый бьет пешку на d5. Происходит размен на поле e3. И положение примерно равное. Ход d4 в партии с одной стороны ставит пешку на защищенное поле. Позволяет черным захватить еще больше пространства. Также пригвоздить пешку c2 к своему месту для того, чтобы оказывать на нее давление. Минус же хода заключается в том, что теперь затупляется чернопольный слон. Далее белый соединяет между собой ладьи. Черный делает то же самое. И следует ход ладья e4. Белый нападает всеми силами на самое слабое место в позиции неприятеля. И черным необходимо было здесь поменять активную ладью белый ходом ладья e8. Продолжение ладья d8 является неудачным. Поскольку теперь Хосе Рауль безраздельно владеет открытой линией. Черные сыграли ферзь c6. То есть они хотят все-таки поменять ладью после продолжения ладья e8. Белый делает своего рода расширенную форточку для короля. После хода ладья e8 Кабабланка принимает решение поменять защитника пешки d4. Происходит взятие на поле e4 и продолжение конь f8. Акиба Рубинштейн хочет защищать слабую пешку конем с поля e6. Но теперь белый меняется на c6 и внедряет ладью в обжорный ряд. Таким образом произошла трансформация одного вида преимущества в другое. То есть вначале белые давили на слабую пешку d4. Именно это было самым слабым местом в позиции противника. Теперь же белая ладья активизировала свою позицию. И может нападать на слабые пешки ферзевого фланга черных. Здесь черные ответили ладья d5 нападая на слона. Произошел размен на поле b6. Ладья напала на пешку. Черные защитили эту пешку конем. Ладья c7 капабланка продолжает ворошить ферзевый фланг черных. Черные здесь сыграли ладья d6. Если бы черные продвинули атакованную пешку, то следует шаг. Белый связывает вражеского коня. Затем нападает на слабую пешку. После хода c4 конь может отступить. На d3 произойдет размен на поле d3. И белый попросту получает две связанные проходные на ферзевом фланге. И выигранную позицию. А на ход в партии ладья d6. Хасерауль все равно выписывает шаг королю. Черным приходится защищаться от этого шага конем. Теперь конь d2. Идея пойти конь c4. И выиграть пешку на поле b6. Если сыграть b5, тогда будет продолжение конь b3. И белый с другой стороны подбирается к слабой пешке черных. Поэтому Рубинштейн сыграл здесь c5. Белые сыграли конь c4 нападая на ладью. После отступления ладьи белые пошли ладья b8. И мы видим, что пешку на поле b6 защищать попросту нечем. Последовал шаг. Король отступил на g2. На продолжение g5 капобланка начинает надвижение пешки кандидата. Именно эта пешка должна пройти ферзи после падения пешки b6. Черный играет ладья a1 для того, чтобы тормозить пехотинца белых. Белые пробили на b6. Но партия в принципе постепенно заканчивается. Поскольку слишком много слабостей в позиции черных. На продолжение конь e6. Белые сыграли конь d7. Отдают на a4. Но при этом забирают пешку на поле c5. И опять же изолируют пешку на d4. Если проиграется пешка на d4. У белых будет две связанные проходные и выигранные позиции. Так в принципе и получилось. На ладья a4 был сделан ход конь c5. Теперь если поменять фигуры на поле c5. Белые сыграют в дальнейшем b3. Ладья c4. И черным придется либо перейти в безнадежное пешечное окончание. Либо потерять пешку на d4. Поэтому Рубинштейн сыграл ладья b4 нападая на пешку. Белые защитили пешку конем. На ход ладья b5. Белые активизируют положение своего короля. Черные сыграли a6. Последовал ход b4. Идея сыграть в дальнейшем ладья c4. И пойти конь c5. Разменивая пару легких фигур. И подбираясь к слабой пешке d4. Таким образом белые хотят устранить защитника этой слабости. То есть вся игра строится против самого слабого места. h5 сыграл Рубинштейн. Капабланка пошел g4. Фиксируя положение пешек на королевском фланге. После размена на поле g4 и хода f6. Белые ответили ладья c4. Черные пошли король f7. Последовал ход конь c5. И на продолжение конь d8. Белые ответили конь b3. Пешку на d4 защищать нечем. Белые получают две связанные проходные. И ввиду этого обстоятельства Акиба Рубинштейн в этой позиции сдался. Итак в этой партии мы стали свидетелями виртуозной игры хосера у лякабланки против слабостей противника. Вначале он играл против изолированной пешки. А затем использовал активное положение своей ладьи на поле e7. Для того чтобы атаковать слабости черных на ферзевом фланге. Если вам понравилась эта партия ставьте лайки. Подписывайтесь на обновление канала. Нажимайте на колокольчик. И до скорых встреч. До свидания.